Всем приветики-пистолетики! Рада вас приветствовать на нашем прямом эфире. Прямо сейчас ведем... О, супер, я зашла, ладно, если что. Хорошо видно себя, да? Да, хорошо видно, можно будет смотреть, но я буду следить за комментариями, как-то мы с тобой сегодня в такой вот черное есть чуть-чуть гамма. И не договаривались, да? И не договаривались, да. У нас так часто бывает. Бывает мы вместе в каких-то анималистических принтах, ну, в общем, сегодня да. Да. Друзья, всем привет! Присоединяйтесь к нам на эфир, лайкайте, пожалуйста, наш эфир. Будем благодарны и рады. Влад, а куда смотреть? В камеру, да? В камеру, да. Меня зовут Евгения, сегодня вместе со мной Елена. Интересную тему мы сегодня будем поднимать. Многие по-разному, согласись, относятся к теме Таро. И мы сегодня поговорим на многие темы, связанные с Таро. Если вам нравится эта тема или наоборот вас раздражает все, что связано с этой темой, то оставайтесь на эфире. Сегодня будем говорить в том числе и про то, с какими стереотипными, наверное, впечатлениями, ощущениями люди приходят, сталкиваются. Или, может быть, что испытала Елена Стати на себе? Сколько у тебя лет опыта уже? Десять лет опыта, семь лет очень активно практиковала расклады и консультации. И вот три года я обучаю, уже обучаю Таро. У меня уже 150 учеников. 150 тарологов я бы выпустила. Да, так что если вы думаете, что это просто расклады, Таро, карты, гадания, вот это вот все, то нет, это прям целая система. Не знаю, можно ли это назвать бизнесом или какая-то собственная отдела. В общем, да. В том числе, да. Кстати, в России это уже узаконенная профессия, да, там уже пишут таролог, астролог, просто трудовые книжки. Ну, просто тарологи, астрологи трудовую книжку обычно не заводят, они работают как бы на себя, поэтому вот так. Я даже встречала одну женщину, у которой было написано «Главная ведьма нашей компании такой-то». То есть я удивилась, она говорит, хотите, покажу, и правда, я открыла трудовую книжку, там была, не скажу, какая компания, но было написано «Главная ведьма такой-то компании». Я говорю, а что ты там делала? Она говорит, я предсказывала вот какие-то события, учила, как нужно руководителю себя вести. Это не крипта какая-нибудь? Нет? Вот один из вопросов это у меня было, да, сколько будет стоить крипта? Ты можешь на него ответить? Самый неожиданный вопрос. И еще, на какую ставку сделать в казино? Это вот спрашивали мужчины. Я, естественно, сказала, что такой вопрос, это просто пальцем в небо, потому что я могу, таро могут посмотреть, получится у человека на данном этапе выиграть в данном случае или нет. Получит ли он какие-то бонусы, будет ли у него с этого какой-то плюс. То есть смотреть конкретно цифры на таро, это просто невозможно. Ну, возможно, но это тогда нужно сидеть и досконально на каждую цифру доставать определенную карту. Это можно часами сидеть. Это можно так пока расложишь, так уже и казино пройдет. Друзья, всем привет, кто к нам присадился. Вы смотрите стрим сильных новостей. Меня зовут Евгения. Сегодня вместе с Еленой Статью мы будем говорить про таро, а еще про нумерологию. Почему вообще эта тема в том числе сейчас популярна, и можете задавать свои вопросы в чате прямо сейчас. Ну и, конечно же, лайкайте наш эфир. Вот так вот легко нажимайте пальчиком на экран, мы видим ваши сердечки. Уже почти 2000 лайков мы набрали за несколько минут эфира. И, конечно же, будем видеть ваши лайки. Нам будет приятно, что вы нас поддерживаете. Сегодня гостья Елена Статья, таролог, нумеролог, энергопрактик. Больше 10 лет опыта и больше, уже, наверное, больше 150 человек тарологов выпустила во своясе. Лен, как ты себя еще называешь? Расскажи, вот, кроме, называют ли тебя гадалкой, не знаю, вот что-то такое. Ну, вот, позиционирую я себя не как гадалка, потому что гадалка и таролог – это разные вещи. Ну, как бы, для многих людей это одно и то же. Ну, вот одно и то же, прям знак равно. Но для меня это нет, потому что гадалка, она угадывает от слова «гадать». Вот она сидит и угадывает, и если кто ходил когда-то там к бабкам, то, естественно, бабка всегда вызывала на разговор. «А скажи там, вот как у тебя это?» И она начинала угадывать ситуацию из этого, раскручивать еще дальше. Чехолок. Да, да, больше вот так. Таролог так не делает. Многим людям даже иногда очень не нравится, что к тарологу ты приходишь и задаешь свой запрос. То есть, не просто «скажите мне о моем будущем, а что у меня будет вообще по судьбе?» Так таролог никогда не работает, ну, настоящий таролог. Потому что для таролога нужен определенный запрос, что ты хочешь конкретно узнать в личной жизни, в работе, в финансах. Причем даже работа и финансы – это разные сферы, их нельзя ни в коем случае объединять. Бабка-гадалка расскажет все тебе, там, ну, в одну кучу смешают и детей, и мужей, и деньги, все в одном будет. Таролог разбирает по частям, и даже один запрос, он делит на много-много, ну, как бы, запросов, да, то есть, допустим, интересует личная жизнь, и таролог будет рассматривать, почему не ладится личная жизнь, либо почему с этим мужчиной конкретно или с женщиной не ладится личная жизнь, что ждет впереди человека, если он будет дальше себя так вести. То есть, это еще больший психолог, только здесь более вот разворачиваются события, и у таролога каждый человек понимает, что он может или взять совет, или не взять, или поступить, как ему сказали, или не поступить, потому что каждый человек хозяин своей жизни, хозяин своей судьбы, и зависит все от того, совет принят или нет. Если вы поступите не так, как вам сказал таролог, ситуация будет коренным образом изменена, не так, как было в раскладе. Вот поэтому многие говорят, не сбылся расклад, ты выполнил то, что тебе, ну, рекомендовали, советовали, нет. Конечно, тогда ситуация поменялась. То есть, если выполнил, да, будут такие положительные изменения. Поэтому гадалка и таролог, это вообще разные люди. Разные люди. Нумеролог, таролог, энергопрактик, это все вместе, вкупе ты работаешь, но только с разными инструментами. Да, ну, как бы, тут нумерологии таро, вот, если посмотреть, то все арканы, там, да, в таро, они пронумерованы, поэтому цифры здесь присутствуют. Целитель, энергопрактик, да, с картами таро можно делать медитации, можно какие-то изменения, да, тоже делать, но я еще и изучила энергопрактики, целительство, потихонечку практикую, поэтому... Вероника спрашивает, будем ли мы отвечать на вопрос. Вероника, мы постараемся ответить на вопросы, я вижу, что вы спрашиваете каждый из вас, но, к сожалению, не могу и не буду перевивать Елену, потому что у меня тут тоже вопросиков для Лены очень-очень много, поэтому все в порядке очереди. И, возможно, если у нас останется время, мы вместе с Леной сделаем какой-нибудь, как это правильно, расклад, да, такой, на мой запрос, вот, что-нибудь спрашиваю. И если вопросы, пожалуйста, их формулируйте, постарайтесь, пока у вас есть время, правильно, а не просто, чтобы вопрос был да-нет, там, как я и сказала. Ну, вот смотри, Вероника спрашивает, Вероника 43, Сергей 48, нас разведут или нет? Можешь ли ты ответить на такой вопрос? Ну, можно, в принципе, несколькими картами достать, предположительно, разведут, когда, вот, в ближайшее время, то есть они уже подали на развод, получается, да, у них уже идет процесс, или это она сама себе придумала без мужа, ну, то есть тут тоже нужно... Вероника, уточняйте пока вопрос, будем стараться отвечать на них, но, конечно же, всем расклады в эфире делать не получится, можете к Лене обратиться, я думаю, что она все сделает. Кто к нам присоединился, вы смотрите прямой эфир, сегодня вместе с Еленой Стати говорим про торологов, если вас интересует или не интересует эта тема, оставайтесь на эфире, потому что много будем говорить про объективную информацию, почему люди сейчас так активно обращаются к, не знаю, к высшим силам или каким-то альтернативным вариантам, и что от этого получают. Лена, расскажи, как пришла в тороп, чему именно эта сфера деятельности? Второе пришло, честно говоря, неожиданно, да, для себя 10 лет назад, ну, как, даже все мои ученики, я всегда всем говорю, в эзотерику не приходят счастливые люди, люди, у которых идет бизнес, и все складывается в личной жизни, им не нужно копаться в себе, они к психологам, по сути дела, ну, ходят, ну, так себе, да, то есть у человека заточен на определенные цели, у него все получается, и все хорошо, когда идут какие-то изменения неправильные в здоровье, в личной жизни, в бизнесе, в финансах, вот тогда ты начинаешь в себе копаться, думать, почему, да, за что мне, обычно люди всегда приходят, говорят, за что мне, не за что, а потому что ты что-то сделал не то, да, в своей жизни, и теперь вот получаются такие ситуации. Да, у меня были и личные изменения, и вопросы по здоровью, и плюс, как это я говорю всегда, мир говорящий, мне карты подарил сын, ему еще было 10 лет, он мне принес и подарил колоду карты, сказал, мама, будешь заниматься, я, конечно, офигела, думаю, ну, такое, ну, ладно, потом я поехала в Москву к подруге, она мне тоже подарила карты, и девочка, с которой я очень хорошо дружила, она шаманка, она сказала, принесла, вот положила мне книгу, и тоже карты второй, и сказала, это тебе, я передаю, я не буду заниматься, я думаю, ну, если три человека, одна, весь мир мне уже на это, ну, ну, как бы, значит, нужно идти, я немножко, ну, как, не немножко, я закончила три разных школы, но все равно техника у меня своя, да, раскладов, предсказаний, вот такой работы, поэтому, ну, вот потихонечку и углубилась в это. Лен, подскажи, а должна ли быть какая-то условно предрасположенность, типа, там, в бабушке-гадалке или какие-нибудь ведьмы с магией связаны, должны ли быть такое, плюс, не минус, или это вообще другая сфера, или как, таро, как инструмент, как психолог может просто изучить? Таро, как инструмент, как психолог может изучить, у меня здесь классика, я не брала сегодня монару, ну, потому как она специфическая, да, там обнаженные есть тела и все такое, чтобы нас интернет не забанил, поэтому я этого не делала, не брала, вот, но вообще очень хорошо работаю на монаре, и у меня в Бресте и в Гомеле психологи изучили карты монара, и работают сейчас с клиентами, и работают с ихними травмами, которые есть именно не только психологического, но и сексуального характера, да, то есть вот психологи тоже, это практически метафорические карты, но только более глубоко заточенные, да, на какие-то вот такие познания. Ведьмы бабушки в роду, нужно ли? Ну, например, у меня была бабушка ведьма в роду, да, но у меня учеников, наверное, 80% у кого не было, и все обучились, изучили и используют. Единственное, что есть люди специально, есть люди, которые рождены и заточены на то, чтобы помогать людям, это те же психологи, это те же торологи, астрологи, нумерологи и так далее. Есть люди, которые приходят для себя изучить, смотрят, учатся и потом используют, но только для себя и подруг, то есть им неинтересно работать на массы. Ну вот у меня практически так и получается, поэтому, ну, карты изучить может любой человек, тут не нужно 10-е поколение ведьмы сидеть колдовать, да, ну то есть это не нужно. Говорят наш постоянный зритель, опять какая-то малышка про тебя, Лена, говорят, это такой комплимент, есть у нас такой прекрасный наш Димон, да. Благодарю за малышку, конечно. Ну, он такой, это не первый комментарий его. Друзья, всем привет, кто к нам присоединился, вы смотрите стрим сильных новостей, меня зовут Евгения, сегодня с торологом Еленой Стати говорим про карты, про психологию, зачем вообще люди обращаются, пишите свои вопросы прямо сейчас к нам в комментарии, буду видеть, вижу, буду задавать и, конечно же, лайкайте наш эфир вот так вот своим пальчиком, тапайте прямой эфир, 4000 лайков мы уже насобирали, всем, тем, кто присоединился, всем привет, оставайтесь с нами на эфире, будем, возможно, именно для вас в течение эфира делать некоторые расклады, но зависит от вашего вопроса. Лена, расскажи, пожалуйста, вкратце, что такое Таро, да, в таком понимании, как это должно пониматься, потому что многие, я так понимаю, что у многих есть определенный стереотип, что это такое. И стереотип, и страх, и много чего, опять же, стереотип, и страх идет из поколений, да, предыдущих, когда говорили, что это грех, прогадаешь судьбу, сделаешь себе вред, ну и так далее. Бабушки, мамы, и все это с детства слышалось, и все это потом перенеслось, да, в теперешнюю жизнь. Еще, как бы, возможно, людей когда-то, как я вот убеждаюсь, то есть ко мне обращаются, говорят, о, вы мне прям хорошо сказали, ну вот, прям направили меня, как будто бы легче стало, да, вот, как с психологом поговорила, а вот предыдущая меня нагрузила, там сказала, что я во всех грехах виновата, да, что у меня там такой страх начнется, то есть я уже даже боялась и пять лет вообще не обращалась. То есть к псевдоспециалистам, которые, настоящий астролог, таролог, нумеролог, то есть неважно, какой специалист эзотерики, никогда не будет пугать человека и говорить, что у него там все патовая ситуация, ему конец, и вот жди нехорошего, да. Ты умрешь, да? Да, ты умрешь. Кстати, вопросы про, например, умрешь или не умрешь, я такие вопросы никогда не смотрю, то есть я прямо это озвучиваю, почему? Потому что я не бог, чтобы смотреть, когда человек, мы приходим в эту жизнь и уходим из этой жизни только по воле там творца, неважно, кто во что верит, да, и никто не может предсказать, когда, где, как, ну, то есть, и это неправильно, потому что скажи какому-нибудь человеку, что он умрет там через год, он уже будет готовиться, и вот все, да, поэтому, ну, это не совсем верно. Вот. Второе вообще, ну, как бы, это определенные, как многие говорят, и что, по картинкам можно узнать будущее? Типа тут же просто вот картиночки нарисованы, да, ну, и что тут вы можете увидеть? Да, это картинки, но я, работая с клиентом, считываю информацию, пропускаю ее через себя, вижу это на картах, да, потому что мы всегда достаем ту карту, которая именно расскажет определенную ситуацию, да, про определенного человека. Тебе достану одну, себе другую, там, другому человеку третью. То есть, на один и тот же вопрос у нас у троих будет, даже если я перемешаю колоду и положу эту карту назад, все равно она будет другой, то есть, ответ для каждого свой. И поэтому таролог – это проводник информации, подсознания человека и информации, которую он считывает с информационного поля, то есть, как многие там говорят, сейчас модно хроники Акаши, да, я прошла еще и обучение хроник Акаши, то есть, о чем это, это считывание всех знаний, какие вот когда-то были, да, ну, то есть, как бы мы подключаемся вот в это поле, да, и интуитивно это идет. Ну, сложно сказать это словами, когда работаешь с этим, оно само получается. Девочки, вот у меня многие, кто потом попробовал, вначале говорили, «Ой, это же легко, сяду, раскину картишки», а потом они понимают, что это очень даже сложно, и 20 клиентов за день потянуть тоже очень сложно, и 10 тоже, почему? Потому что, когда ты работаешь с человеком, ты работаешь с его энергией, с энергией, ну, разные бывают, бывают такие сложные, бывают более легкие, с одним клиентом легко, с другим не очень, и поэтому, ну, вот, Таро – это именно информация, которая поступает из поля, да, Таролог на себя ее принимает, считывает, смотрит на карты и говорит человеку, что ему делать в той или иной ситуации. Но, опять же, должно быть, как я и сказала, точный, должен, чем точнее будет задан вопрос, тем точнее будет ответ, если бы, там, мы, как обычно, вот, да, скажите мою судьбу, ну, судьбу никто никогда не знает и не скажет, да, либо, там, когда у меня будут хорошие, там, зарплаты или деньги, ну, так неверно, то есть, никогда, никогда будет, то есть, что ты сделал для этого, где конкретно ты хочешь получать, какую профессию, если ты не знаешь профессию, можно это сделать методом расчета и посмотреть, что тебе больше подходит, и так далее, то есть, просто так, ну, такой будет расплывчатый ответ, да. У меня, когда девочки учатся отдельно, там, мы изучаем старший, младший аркан, они очень часто потом, когда мы уже изучаем всю колоду, говорят, о, так это совсем по-другому, не так, как мы одну карту доставали, и ее было сложно трактовать, как бы, с разных сторон, а когда мы выкладываем несколько карт, это более понятно, ясно, ну, вот, и более емко так вот, да. Да. Вопрос прилетел, интересно, назовем это так, можно ли похудеть, раскладывая карты Тароль? Похудеть? Похудеть, да. Ну, если раскладывать карты Таро днем и ночью, и не кушать, и пить одну воду, то можно похудеть, да, ну... Или прыгать при этом, не знаю. Ну, прыгать не получится, но вот увлеченно с утра до ночи только этим заниматься, там, два часа поспал, и опять, то тогда, конечно. Этого я не наблюдала ни у, ну, как бы, ни у своих учеников, ни у себя. Лен, как часто можно делать расклад? Расклад. Расклады можно делать хоть там каждый день, но опять же, когда вы задали определенные вопросы, карты вам сказали ответ, значит, нужно выполнить те рекомендации, которые, ну, вам были даны, подождать какое-то время, и потом можно через какое-то время это делать. То есть на разные вопросы можно делать часто. На один и тот же вопрос лучше не каждый день это делать, потому что... Ну, зачем смысл каждый день? А некоторые вот очень сильно, да, увлеченно, если кого-то очень сильно волнует один вопрос, они делают не то, что каждый день, делают там два-три раза в день на одно и то же. Они спрашивают и думают, что что-то изменится, потом картам уже не веришь, да, уже информация вообще запутывается, и вообще ничего не понятно. Давай попробуем на два вопроса, вот Вероника и Оксана прям стучатся, стучатся, наверное, которая была про развод? Да, они уже подали на развод. А, подали, да? Вероника, 43, Сергей, 48, разведут или нет? Да, желательно, как бы, коротко и быстро, чтобы мы успели с тобой дальше. Ну, хорошо. Конечно, по одной там карте это лучше бы большим раскладом, но попытаемся, то есть посмотрим. Хорошо. Вероника, Сергей, разведут или нет, и пояснили. Здесь все зависит, смотрите, прям все завязано на деньгах, король пентаклей, туз пентаклей, четверка пентаклей, вы что-то прям так делите, и по сути дела из-за этого будет затянуто дело. То ли ваш муж не хочет что-то делить, то ли какие-то денежные моменты возникнут в это, это будет затянуто. Месяца на четыре точно. Хорошо. Значит, так, следующий вопрос. Оксана, 33 года. Будет ли беременность в ближайшее время или нет? Вот на такой вопрос, кстати, здоровье и беременность, будет ли беременность? Тут точно, я даже не буду ответ доставать, почему, потому что нужно поразбираться, почему не наступает беременность, по каким таким причинам? То ли это здоровье, то ли это энергетические какие-то моменты, то ли это что-то партнеры не могут никак проработать, то ли это может быть через ДНК, может вы отрабатываете карму там рода, то есть, а вообще сейчас действительно это очень серьезный вопрос, молодежь прям мучается и страдает с беременностью. Но здесь одной картой точно не нужно еще смотреть, какой метод нужно, естественный, ЭКО, что вы делаете для этого, ну как бы нет, про беременность точно даже. Хорошо. Друзья, всем привет, кто к нам присоединился, вы смотрите прямой эфир сильных новостей вместе с тарологом, нумерологом и энергопрактиком. Елена, кстати, говорим сегодня про эту всю тему. И можете писать свой вопрос-запрос, обязательно на него отвечу, может быть не сразу, но все вижу. Лена, раз мы уже поговорим про запросы, какие частые, самые частые тебе запросы приходят от людей? Ну, отношения, да, это вообще, как это, даже есть такая хохма, да, что таролог уже закатывает глаза, потому что сотый человек к нему приходит и говорит, любит, не любит, поженимся, не поженимся. То есть отношения, это вот прям всегда рулила и рулит, да. Потом работа... Женщины. У меня, не поверишь, но у меня последнее время, вот два, даже вчера был мужчина, и он очень сильно спрашивал про отношения. Тоже про отношения. И он ничего не волнует. Он может, он сказал, я могу заработать сколько угодно, меня волнует, почему мы не можем найти общий язык, почему мы расстались и все такое. Я была очень сильно удивлена. Он сказал, что я могу, я сделаю все возможное, и вы последнее. Я вообще, кстати, с первого чего он начал, я не верю ни во что, ни в Таро, ни в астрологию, ни в какие моменты. Но вы последняя инстанция, кому я хочу, вы мне должны дать надежду. Я сказала, я никому ничего не должна, но мы посмотрим, да. Ну вот, даже мужчины смотрят отношения, да. Хорошо, еще что-то. Финансы, работа, работа вот идет потом, как найти работу, что мне сделать, может быть, мне переквалифицироваться, обучиться, то есть вот это финансы, то есть проседание. Почему на этой работе, на них человек не хочет менять, но он не зарабатывает, да, что ему нужно делать, расширять свой бизнес или там как-то. Было вот пару лет назад, переезды, это была вот очень актуальная такая тема. Вопрос переучиваться, учиться тоже, ну вот такое, то есть отношения, финансы, работа, они практически стоят на одном вот. Мужчины, женщины, так в основном, я так понимаю, с одними теми же запросами, плюс-минус приходят. Лен, ты когда-нибудь, как это скажем так, вела клиента дальше, ты видела, как влияют твои расклады на их, что у них меняется, да. Сейчас вот не про то, что там я рассказала, у них все резко поменялось, да, а насколько это действенный инструмент, как они меняют жизнь свою, расскажи про это немножко. Ну да, я очень горжусь собой, да, потому что как это, нужно себя хвалить тоже, вот, и очень уважаю своих клиентов, почему? Потому что они действительно меня слушают. Даже непослушные мужчины, которые говорят свое, там нет, я сделаю так, все равно они потом, если делают правильные выводы, слушают, то все у них получается. Ко мне уже вот есть клиенты, которые ходят 3-5 лет, они периодически, особенно я люблю сама большие расклады, годовые расклады, которые мы делаем от полтора до двух часов, там входят все сферы, полностью все вопросы, то есть и люди прям записывают, ведут дневник и потом, почему это делается, то есть они не подсажены на это, и я не пытаюсь их вот крючком, да, заманить, что только со мной, а без меня ты там вообще пропадешь. Потому что наоборот, я говорю, не нужно каждый раз спрашивать, смотри на ситуацию, как будет разворачиваться, но когда ты знаешь, где подстелить соломку, когда ты знаешь, где тебе там прям с флагом бежать, а где немножко притаиться, где отдохнуть, а где наоборот активничать, ну вот люди записывают, в общем-то у них все получается. Как ты думаешь, почему люди приходят, обращаются к этой сфере, не знаю, деятельности, что ими мотивирует? Ну вот особенно сейчас стало популярно Таро, нумерология, астрология, вот прям вот буквально 2-3 года, во-первых, людей во время ковида, общество немножко, каждый сидел дома, и было скучно, печально, не у кого было спросить, что же делать. У многих рухнул бизнес, у многих рухнуло здоровье, да, и люди не понимали, что дальше делать. Слишком стрессовые ситуации, да? Да, стрессовые ситуации, которые просто выводят в то, что и что дальше делать. Хорошо, с психологом я работаю, но это будет годами, да, ну вот в основном, а как мне решить ситуацию, которая, ну вот прям, я не знаю, мне там переучиваться или нет, какая мне сфера деятельности больше подойдет. И вот поэтому люди начинают активничать, задавать вопросы, как бы и спрашивать у специалистов, которые могут быстро, емко, конкретно ответить, ну, на такие, опять же, на конкретные запросы, а не размытые, да. Вот, очень многие, да, по поводу перемещения, мы знаем, что вот сейчас движение такое идет, люди едут туда-сюда, там, на заработки куда-то, где-то что-то, и вот опять же, им интересно понимать, что-то из этого получится или не получится, да. То есть сейчас в жизни такие обороты набирают, что мы вообще даже 24 часа в сутки не успеваем, и поэтому люди любят быстро, скоро, да, вот вопрос-ответ. Нет, как раньше размазано, так не получится. У тебя опыт работы уже больше 10 лет, заметил ли ты за свой опыт работы, что в разное время, там вот про ковиды только что сказала, менялись запросы людей? Если да, то как? Ну, запросы, ну, как бы да. Отношения, они неизменны, слава богу, отношения между мужчиной и женщиной пока всем интересны, да, то есть это волнует. Следующее, вот немножко финансы, работа, переезд, обучение, вот это так вот, то есть волнами, да, то появляется интерес, потом он пропадает. Ну, да, есть такие моменты, и очень активно люди хотят перед Новым годом, опять же, делать на следующий год соляр, который вот я делаю на картах, да, по месяцам, любят перед днем рождения, но в основном вот очень много людей идет перед Новым годом, перед какими-то такими значимыми праздниками, там вот святки, когда гадают, я не привязываюсь к определенному там циклу, да, только в это время, и вот хорошо. Но вот есть волны такие, что да, летом, естественно, когда все хорошо, солнышко, у всех шашлык, дача, и все классно и клево, люди сливаются, они в отпуске, и все. И когда начинается осень и депрессия, опять сразу начинается, о, все, пошло вот таким вот водоворотом, ну, то есть есть скачки в этом. Лен, как тебя найти, спрашивают, как к тебе можно обратиться, Елена Стати в Инстаграме? Елена Стати в Инстаграм английскими буквами, прям пишите елена.стати, это Инстаграм, в Телеграм тоже только Елена, большая буква елена.стати, у меня есть Телеграм-канал, но он закрыт, без моего, ну, как бы разрешения вы туда не попадете, но в Инстаграм, да, можно. Лен, мы сами из Гомеля, спрашивает Оксана, но я, насколько я понимаю, ты принимаешь... Я только онлайн принимаю. Только онлайн? Только онлайн, да. И даже обучаю онлайн. Опять же, объясню, почему. Во-первых, это мобильно, я не делаю работу без человека, да, ну, вот как бы человек мне написал запрос, я надиктовала, сделала фотографию, раскладывает, на этом все. Нет, мы связываемся, мы созваниваемся, это Viber, WhatsApp, Telegram, то есть, вот как вы меня сейчас видите, так я буду видеть вас, задаю вопросы, работаем, то есть, и это удобно и хорошо, потому что, чтобы работать оффлайн, я это практиковала, но это убивает время. Вы должны доехать ко мне, я к вам должна доехать, снять аудиторию, то есть, и цена, соответственно, расклада вырастет вдвое, потому что, ну, затраты времени и финансов это увеличится. А так, каждый из нас находится в удобном, комфортном там ситуации, да, вот кто-то не хочет, например, чтобы дома слышали, остаются после работы, включают камеру и работают со мной, то есть, это можно сделать вечером. Да, я вижу ваши все вопросы про деньги, налоги, цены и прочее, прочее, обязательно сейчас задам их Лене, но не забываем лайкать, друзья, наш эфир, пожалуйста, вот так вот на экран нажимаем и лайкаем наш эфир, вам не сложно, нам приятно, поддержите нас. К тому же это энергообмен, постоянно пишу в инстаграм, за полученную информацию всегда нужно платить, да, то есть лайками, лайками, да, лайками, лайк это тоже энергия, это тоже, вы нажали пальчиком лайк и уже сделали человеку приятное, да, Женя, например, на ее канале, и мне тоже, поэтому, ну, вот, будьте, не бдительны, а будьте современны, да, потому что вот этот вот закон, закон брать, давать никто не отменял, то есть, вы информацию, мы вам в информацию, вы нам лайк, если хотите, чтобы Лена прямо в прямом эфире сделала вам экспресс-расклад, пишите свой запрос, как можно корректнее, наш прекрасный Блидота, мы не, уже Лена говорила, что мы не делаем, вернее, она не делает расклады на матчи, куда инвестировать и прочее, прочее. Да, в начале, да, поэтому, к сожалению, ваш вопрос останется без ответа, ну, поживем и посмотрим матчи, конечно, увидим. Лен, давай немножко поговорим про цены, насколько тебе будет комфортно, расскажи, с чего состоит, ну, вернее, ценовая политика, какая у тебя или в среднем по рынку на что у торологов, как понять вообще, что дорого, не дорого? Белоруссия, ценовая политика, очень меня не радует, да, потому что, в общем-то, торологи проседают, ну, и астрологи, и нумерологи, в принципе, тоже, по сравнению с российскими ценами, с ценами, которые идут, там, я знаю, у торологов в Польше, в Канаде, в Америке, да, там совершенно другой ценовой диапазон. Ну, Белоруссия, например, все зависит от того, насколько себя, ну, сам ценит торолог, астролог, нумеролог. Если это только начинающий, он может ставить буквально такую, там, 20-25 рублей и какой-то отзыв, да. За что? За это за час? Ну, это не за час, это за конкретный, например, расклад. Сколько он должен лиц? Опять же, многие путают работу психолога и торолога, здесь нету час или не час, да. Здесь есть определенный, ну, я так работаю, я работаю по определенным сферам, я не беру человека, у которого куча разных вопросов, например, а скажите мне, что мне делать с мужем, а потом, а скажите, куда мне бежать, там, да, что-то покупать и так далее. То есть, ну, на такие вопросы можно отвечать годовым раскладом, там есть все, либо брать определенную сферу и хорошо вот в ней разобраться. Если волнует отношение, значит отношение. И, соответственно, если начинающий торолог, ну, вот мои ученицы, 25-45-55 рублей, то есть, зависит от того, насколько сложно и сколько раскладов торолог будет делать. И, соответственно, тоже сколько будет с вами работать, да. Ну, вот такой 25 рублей диапазон до 150-200, вот рублей белорусских. Минск берет, соответственно, больше. То есть, там где-то 300-350. Нет, Минск берет 150-200-250, вот так. Там Гомель, Брест, Гродно, ну, да, такие немножечко там тоже такая средняя 45-100-150. А уже там куда подальше, там, да, такие уже более мелкие города, там люди уже в принципе, ну, не сильно не разживешься. Ну, я думаю, что, наверное, такая система в выборе торолога, это, наверное, в том числе, как и с психологом или другим таким подобным специалистом, выбирает профессионала, но и выбирает человека, который вот будет лежать душа, да, который тебе будет симпатичнее. Соответственно, конечно, кому-то приятно пообщаться с молодой красивой девушкой, да, торологом, кому-то с такой статусной женщиной, да, кому-то с более мягкой и домашней там такой, то есть, опять же, человек идет на человека. Я вчера работала с клиенткой, она мне сказала, мне, только вы мне поможете, я уже смеялась, а моя, говорит, подруга вас рекомендовала. Ну, почему, она говорит, я бы к вам не пошла, я посмотрела на вашу фотографию в Инстаграм и сказала, все, этот человек, вот я к ней пойду. Вдушает доверие. Да, да, то есть, ну вот, она считала какую-то там по фотографии информацию, ей понравилось, она говорит, я могу вам рассказать честно на свои, ну, какие у меня вопросы есть, спокойно выслушаю вас и, да, вот, доверяю. Вот, поэтому, естественно, как и психолога, так и торолога, и астролога, человек выбирает себе и должен выбирать, ну, по интуиции, приятно ему или нет, чтобы потом самому не разочаровываться, да, он хотел какой-то, кто-то хочет, чтобы его там больше повозили с ним, пожалели, да, кто-то хочет больше краткой информацию. Четкость, да. У меня, например, тоже были отказы в плане чего, я люблю очень конкретно, емко и долго рассказывать, да, ну, вот, клиенту, у меня были отказы, когда говорили, сколько вы делаете годовой расклад, я говорила, что три разных расклада, это полтора-два часа мы работаем, нет, меня не устраивает, я хочу быстро, окей, иди где быстро, ну, то есть, это нормально, каждый выбирает себе. Да, инстаграм сейчас уже не первый у нас человек пишет, да, мы тоже столкнулись с этим, инстаграм почему-то глючит, но я думаю, что разглючит, тем не менее. Вопрос такой, следующего характера, ты говорила, что в России уже это официальная профессия, в трудовой, как регистрироваться подобным специалистам, вот, торологи, нумерологи, астрологи в Беларуси? Приходите ко мне на обучение, я вам расскажу. Хорошо, значит, не все так легко и просто с этой сферой деятельности. Это не то, что теневая, там, что-то, мухлина, но эта информация, я бы ее не распространялась, она, как бы, индивидуальна. И важна только для тех, кто, ну, вот, обучился и специалист, да, кто действительно хочет в этом работать. Просто праздный интерес, ну, как бы, это такое... Это вот так вот, кстати говоря, это на самом деле не первое, я так и думала, что ты так ответишь, потому что на самом деле это большая сложность, наверное, с тем, как... Как правильно оформиться, как платить налоги. Я это делаю, но расскажу только тем, кто придет ко мне на обучение. Эту информацию я сама добывала очень сложно, мне помогали, поэтому вот. Да, поэтому, если есть еще дополнительные вопросы, касаемые любой сферы деятельности тарологов, то пишите. Напоминаю, что сейчас мы ведем стрим-стрим сильных новостей. Меня зовут Евгения, сегодня вместе с Еленой Стати говорим про тарологии, можно так сказать, тарологии? Ну, можно, да. Ну, предположим, да. Это новая уже у нас формулировка. Лен, расскажи мне, пожалуйста, знаешь, какую информацию, насколько ты по-разному, вернее так, с какими... С каким отношением ты сталкиваешься, когда люди узнают, что ты таролог? Понятное дело, кто-то понимает, но, может быть, есть и негатив. Расскажи, как по-разному люди реагируют и что ты с этим делаешь? Ну, слава богу, у меня негативно точно никто не реагирует. И мы даже ехали сегодня, я ехала к тебе на встречу с таксистом, он офигенно меня порадовал, потому что мужчина рассказывал мне про то, как воплощается душа, как строились пирамиды и так далее. То есть, я была удивлена и думаю, вот, пожалуйста, человек, он говорит, я этим интересуюсь, мне очень интересно. То есть, все вот эти эзотерические моменты, вот, говорит, старше становлюсь, и вот я в этом копаюсь. То есть, ну, как бы, когда я говорю, что кто-то, ну, в основном мужчины скептически хихикают и говорят, ну, ну, типа там, да. Женщины я еще, слава богу, не встречала такую, которая говорила, ой, там, да, это ужас, это кошмар, ну, может быть, я общаюсь в таких кругах, опять же, где это, ну, спокойно воспринимают. Как целительство энергетическое, да, как работа, там, с ангельскими энергиями, ну, то есть, есть много всяких разных профессий. Ну, у меня не было отрицательного плохого, то есть, сказали, все, ты таролог, ты. А как ты относишься, когда называют тебя гадалкой, и как ты к этому относишься? Раньше я злилась, да, начинала там что-то, хотела доказать, а сейчас я говорю, ну, как бы, я не гадалка, мои дорогие, да, и... Шара у тебя этого нету, да? Шара у черных ногтей, там, да, и вот этого вот дыма в черной комнате. Я современный человек, поэтому работаю онлайн, да, через интернет, и, ну, как бы, придите ко мне, посмотрите, как я работаю, и вы поймете, что отличия гадалки и меня разные. Если человек говорит, не, все равно я в это не верю, окей, ну, у каждого свое мнение, ну, я никогда не пытаюсь вот прям навязать и переубедить, что у меня это только так. Видишь ли ты, что в этой сфере может быть много псевдоэкспертов, мошенников, как их распознать? Да, очень много псевдоэкспертов, и вот потом приходят такие травмированные иногда люди, которые говорят, я очень долго не хотела, не могла там, да, и боялась идти, потому что сказали что-то такое, что, ну, меня прям повергло в депрессию какую-то там, ну, да, вот, это не эксперт и не специалист, потому что даже из нехороших ситуаций большой, значит, тоже восклицательный знак, например, я не берусь смотреть никогда детей, ну, кто там смотрит детей, я нет. Что значит не берусь смотреть детей, когда вопрос задают про ребенка? Про ребенка, что у него в будущем, там, почему он болеет? Болеет, потому что мама виновата, с мамой нужно разбираться, вот поэтому ребенок до 18 лет болеет. Кстати, твое мнение подтверждают и не врачи в том, в том числе, да. Ну, вот, мама не только косячит энергетически своими поступками, но и физически ребенок считывает вот эти вот все, да, энергии, вот эти вот мысли даже, потому что мама с ребенком очень сильно связаны. Поэтому детей нет, здоровья я стараюсь, ну, как, я смотрю только в том случае, если вот у меня такой врач, такой и такой, к какому лучше пойти, это да. Мне выписал врач такое-такое лекарство, они аналоги, какой мне лучше, вот это дороже, вот это дешевле, не знаю, что купить, это да. Да, например, как мне предостеречь себя, вот там, да, вот сейчас вирусные там инфекции, допустим, и я вот хочу там пропить такие-то витаминки или такие-то, что мне лучше? Да, такое смотрю, да, здоровье, здоровье заболею я или нет, я так, ну, вот в этом году, например, или в этом месяце, это я не смотрю. Опять же, я увижу, что человек или заболеет, хорошо, если он не заболеет, а если он заболеет, мне придется сказать правду, это вот про то, что я сказала. Восклицательный знак, нужно тарологу говорить правду, и то, что ты не хочешь или не готов говорить клиенту, я и ученикам говорю, не хватайте все подряд, потому что по незнанию они хватают все подряд, здоровье, смерть, ту же самую, да, детей, а потом в ужасе хватаются за голову, говорят, что я теперь человеку должен сказать. Не нужно этого делать, да, вот поэтому. Оксана, ваш вопрос, вы повторяете расклад на беременность, Лена уже говорила, что очень много составных в этом запросе, поэтому нужно работать лично, да, и не хочется, наверное, отвечать. Да, нет, тоже, не факт. Да. Я сейчас, допустим, достану, опять же, это обтекаемый такой вопрос, сейчас я достану, нет, человек расстроится, или да, он обрадуется. И вот это тебя. Опять же, когда беременность конкретно, в этом году, в этом месяце, что вы для этого делаете, тут так просто, ну... Лена, какими странными, самыми странными запросами к тебе обращались? Ну вот странные вопросы, для меня был странный вопрос криптовалюта, для меня странный был вопрос, на какую там поставить, я пойду, говорит, играть, мужчина спрашивал, на какую там мне ставить, да, ставку делать. То есть для меня это были, ну, странные вопросы, потому что, как бы, я не понимала, почему человек задает такой вопрос именно тарологу, да, тут нужно бы другие расчеты, да, много фильмов есть про то, как ограбить казино там или еще что-то, а таролог не ответит на такой вопрос. Ну вот это были странные, больше как бы таких, чтобы что-то там, а были еще, вот, был странный вопрос, ну, для меня это было не совсем понятно, может быть, меня сейчас закидают помидорами любители животных, но одна женщина спрашивала, будет ли ее, вот, кобель, да, она разводит собак, и говорила, будет ли ее кобель, как это, покрывать других, там, да, собачек, сучек, да, которые будут приводить, и из этого родятся ли щенки. Я, конечно, немножко офигела от этого, ну, ладно, поначалу, как бы, я тренировалась, и я с ней поработала. Честно говоря, сейчас я бы сказала, ну, найди другого таролога, если ты хочешь знать на этот вопрос. Ну, видишь, каждому свое, каждого волнует, разный людей, разный, разный. На что, да, вот, на что заточен человек. А есть ли определенный возраст людей, которые к тебе чаще всего приходят, там, не знаю, 30-40 лет, женщины, например, там, вот такое, можешь ли ты какой-то такой срез рассказать? По вопросам, например, личной жизни, это девушки 25-35 лет. Как ни странно, ну, почему не странно? Ну, да, от 35-ти и старше людей в основном волнует предназначение, работа, финансы, и только на потом... Которые уже определились, с кем, да. Это потом, возможно, уже личная жизнь, и некоторых волнуют, там, какие-то моменты с детьми, да, ну, вот. Но я всегда говорю, сколько вашему ребенку лет, если ему старше, он 21 года, пришлите его сами, потому что это уже взрослая личность. То есть, возможно, он не хочет, чтобы вы смотрели, что у него там будет, да, то есть, ну, вот так. Смотреть, куда поступать вашему ребенку, да, мне это нравится, и мы с этим работаем. То есть, мы рассматриваем многовариантные моменты, то есть, именно поступление, да, вот это, да. Ну, в основном, как бы, возраст такой, средний, то есть, уже когда дети чуть-чуть подросли, да, то есть, вот, от 30 до 40 вот так вот интересуются либо личной жизнью, либо работой. Друзья, кто сейчас нас смотрит? Вот если бы вы пошли к торологу, нумерологу, любому другому специалисту в этой сфере, расскажите, с каким запросом вы бы пошли. Давайте проведем небольшой интерактив и прямо сейчас прочитаем ваши ответы, с каким личная жизнь, отношения, финансовый рост, работа, предназначение, все что угодно. Пишите, пожалуйста, давайте проведем небольшой запрос. И в конце эфира, буквально за несколько минут до конца, конец у нас в 20 часов, Лена сделает мне небольшой экспресс-расклад на какую-то из тем, в которую, возможно, вы берете в том числе и вы. Поэтому пишите, пожалуйста, вот у нас уже есть первый ответ, финансовый рост. Ну, да, пишите, будет интересно узнать ваше мнение и небольшой интерактив проведем. Значит, что еще хотела у тебя спросить я? Ты сама себе делаешь ли расклады? Ну, честно говоря, на бытовые вопросы, например, вот у меня там были вопросы, машина купить, недвижимость, продаться, не продаться. Да, это я смотрю. Что касается лично меня, вот, ну, прям личное, сакральное, да, я считываю это из хроника каши, потому что я прошла определенное обучение, информацию уже даже не с карт считываю, а с информационного поля. И иногда тренирую своих учениц, я им даю кому, ну, вот в ком точно уверена, я говорю, там, Ира, там, Таня, посмотри, пожалуйста, вот у меня интересен. Я уже сделала, я хочу, вот, чтобы ты мне прям сказала, я вот верна для себя, не предвзято ли я отнеслась к этому, прошу своих учеников. Увидела то, что захотела. Да, оно всегда, ну, как бы совпадает, то есть у нас, у меня с ученицами тандем, вот, поэтому, да, вот, делаю, но опять же, такие меркантильные вопросы, да. Ну, почему бы и да. Расскажи мне, знаешь, что, можно ли давать свои карты Таро другим людям? Я не люблю давать, учеников тоже учу не давать, опять же, почему? Потому что каждый человек оставляет свой энергетический след, вот, я потрогала стол и уже оставила свой энергетический след, да. Хорошо, если я потрогала с любовью, как это, да, все нужно делать с любовью и благостью, но если я потрогала его с ненавистью и злостью, я уже оставила там определенный отпечаток, да, поэтому вы не знаете, как человек относится к Таро, к картам, к вам в том числе, что он, ну, туда, как бы, да, вот, вложит. А потом некоторые практикуют, и я раньше практиковала, но сейчас мне так не нравится, и тем более работаю удаленно, и мне это не нужно. Дают колоду для клиента, он выбирает сам карты, да, а вы уже их трактуете, но я так сейчас не делаю, раньше делала. Но эту колоду только для клиентов, ну, вот, не для работы себя. А если говорить про Таролога, как, как, рассматривать Таро как бизнес, да, как Тарологу набрать клиентов? Ну, у нас такое время сейчас, что, опять же, работает, очень хорошо работает сарафанка, и я работаю только, ну, не только, а 80% у меня сарафанное радио, да, то есть, друг другу передают определенную информацию, что обучение у меня так, что идет расклады, да. Дальше, ну, интернет, конечно, там, таргет какой-то, да, рекламу пускать, это понятно, но я больше люблю живое общение, да, участвую в нетворкингах, ну, чтобы, опять же, показать, что я современный человек, а не сижу в темной комнате в дыму с шаром, да, и там что-то обмагичу. Нетворкинги, женские ресурсные встречи, сама провожу те же ретриты, те же какие-то такие выезды, да, поэтому, ну, вот, через такие знакомства ненавязчиво ты рассказываешь про это. Для начинающих тарологов, конечно, нужно, ну, просто, как о тебе узнают, да, обязательно давать в интернете свою рекламу, то есть, я таролог, делаю расклады на то-то, то-то, ценник у меня такой-то, такой-то, да, там, ну, вот. А есть ли разновидность карта ROI, какая их стоимость, и чем отличаются карты, у нас тоже уже задавали в начале эфира этот вопрос. Я люблю классику, на классике это колода Райдера Уэйта, ну, как бы, тут сколько всего колод, давай так. Это, наверное, миллионы уже теперь, потому что перерисовали классику все, кто только мог. Есть гномики, есть котики, есть ведьмы, есть дракончики, и черт знает кто тоже. Да, темная, это очень серьезные карты, темная таро, где именно вот там кое, да, ну, там более такие энергии тяжелые, таро некромантии, да, там таро черного ворона. Я с такими картами не работаю, на все вопросы у меня отвечает колода классики. Отношения я смотрю на Монаре, Монара немножко, можно ее, таро равно оракул, но вообще это таро, и поэтому там отношения мужчины и женщины очень хорошо просматриваются. Я люблю еще современные, ну, потому что все любят современные, там, да, сейчас, более новенькие такие интересные картиночки. Женя, я сделаю на таро светлого, светлого провидца. Вот они в такой красивой коробочке, я специально, ну, такие небольшие, да, и они такие вот современные, да, то есть тут люди нарисованы в современной одежде, без всяких каких-то, да, ну, вот, то есть здесь все понятно. Не пугающие. Ну, они, да, ну, не пугающие, да, ну, и те тоже не пугающие, но все-таки вот. Сколько стоит, расскажи, в среднем. Стоит, самая дешевая колода, можно купить на Валбере с 16, 17, 20, 25 рублей, то есть у меня вот эта вот колода, она с золотым тиснением, то есть она немножко подорожит, будет 35-45, в зависимости от того, что вы там захотите. Есть очень интересные колоды, которые, таро плюс руны, да, у меня есть такая колода, где нарисованы персонажи карт и плюс еще руны прорисованы. Такие колоды стоят 50-75 рублей, ну, и можно купить и за 100, и 50, и за 300, все зависит от тиснения, от того, насколько прорисована там, прорисована картинка, да, картон, качество и так далее. Вот эти, хоть они и маленькие, но они были не дешевые, потому что здесь вы видите вот зелененьким таким тиснением, да, все красиво, тверденькие они такие, в красивой железной коробочке, поэтому эти стоить будет дороже. Опять же, для того, чтобы потренироваться, мне нужно покупать за 150 рублей, можно купить за 17,20 и очень прекрасно изучить все, а потом уже купить себе более дорогую. Да, и если кто-то хочет связаться с Леной лично, вы можете вместо того, чтобы испещрить весь интернет, просто написать в директивных новостей, я обязательно скину ссылку на ее инстаграм, а в инстаграме, наверное, там есть переходы, как тебя найти в других соцсетях, поэтому без проблем, я думаю, что... Там есть переход на телефон, на Viber, на WhatsApp, на Telegram, то есть, пожалуйста. Друзья, кто смотрит наш эфир, если у вас возник вопрос по ходу нашего эфира к Лене, задавайте его прямо сейчас, потому что через буквально 6 минут мы заканчиваем наш эфир. Лена, давай, что-нибудь мне, вот, жги, жги, расскажи мне, как мне жить в этом мире. Нет, не что-нибудь, давай тогда конкретизируем, что тебя волнует, то, что ты можешь озвучить на камеру, ну, это и не интимный, естественный какой-то момент, ну, что бы ты хотела. Ну, вот мы с тобой про работу говорили, да, про, даже не про работу, а про само неопределение, не призвание, а вот чем заняться, чтобы меня это вдохновляло, радовало и приносило деньги? Ничем, что мне делать в моей работе, чтобы это приносило доход и меня радовало, да, то есть и эмоции вызывало положительные, и еще и доход, конкретно в твоей работе, ничем, а просто вот то, что ты делаешь. Хорошо, да, давай так. Ты же много чего делаешь? Вот именно, да. А мы сейчас конкретно смотрим это. В смысле? Ну, вот, организация эфиром, твой канал. Нет, я бы хотела, наверное, большую сферу женского развития. Понятно, значит, твой бизнес относительно женских встреч, твоего клуба и так далее. Хорошо. Я начинаю нервничать. И вот мне это передается. Я начинаю нервничать, я даже запутна, даже не знаю, хочу я получить ответ на этот вопрос или нет. О, первое, что всегда задаю клиенту, когда вы готовы услышать ответ. Ну, тебе не стоит бояться, потому что мы смотрим очень мягенько, да, потому что мы смотрим, что тебе нужна первая карта, что тебе нужно конкретно относительно женских вот этих вот встреч, женской активности, что тебе нужно в своей работе, ну, может быть, изменить, да. А здесь, что тебе конкретно будет в этой работе приносить радость и какие действия тебе нужно выполнять, чтобы это приносило тебе доход, да. Ну, и совет карт. Смотрим на современном оракуле. Ну, даже ты не зная, даже ты не зная карт, например, вот здесь, что нужно, первый вопрос был, я уже тоже пока говорила, уже подзабыла. Первое, относительно женских вот этих встреч, мы смотрели, что тебе нужно делать, да, что тебе нужно поменять, да. Так вот, здесь относительно, что поменять, нужно по этой карте не все угрузить себя, как вол, да. Да, ничего нового, да, делегировать. Да, делегировать, кто-то должен это, и ты идешь рядом, подгоняешь этого вола, палочкой мягенько, да. Да, дальше, как тебе нужно, ну, вот поступать, чтобы эти встречи приносили удовольствие, тоже понятно, веселиться, радоваться, да, вот здесь лошадь, здесь девушка, которая, огонь, которая бьет по барабану, веселая энергия, классность, то есть не нужно заморачиваться, ах, это не получится. И следующая карта, да, что там, получается, финансы будет приносить, твоя открытость, твоя любовь к людям, это туз кубков, да, увидишь, оно на сердечной чакре. Я люблю вас, мои дорогие женщины, ты им говоришь, я люблю свой клуб, я открыто, принимайте мою энергию, ну, вот я ее вам дарю. И тогда, действительно, люди тянутся, и это приносит, да, когда ты наполнена, к тебе идут. Да, так и есть. Вот, совет тебе карты, люби свое дело, вот здесь карта влюбленная, да, ты любишь работу, работа любит тебя, то есть твой клуб тебя любит, ты любишь его, и у вас взаимность, да, хоть здесь и мужчина, и женщина нарисованы, но... Но речь про конкретную, про конкретную сферу. Про конкретную сферу. Вот, хочу сказать, что, вот не сказала бы я, что ничего нового, но мне нравится, как это все дело, потому что, знаешь, это вот в формате того, что подтверждается то, что было, ощущалось, и прям какая-то появилась какая-то уверенность, что ли, что все. Все, надо, надо, надо делать. Разное мнение по поводу того, что мы сейчас с Леной в прямом эфире делали расклад, но эфиры у нас разные, с разными экспертами, поэтому не относитесь к этому достаточно серьезно, а относитесь к этому легко. Как ты, Лен, рекомендуешь относиться к торо, к раскладам, вот так, чтобы у человека после расклада что-то поменялось в лучшую сторону? Ну, понимаешь, когда человек сам идет и хочет получить ответ, он к этому и будет относиться особым образом, да. Когда человек, ну вот, как, например, там, да, все это, я в это не верю, я не хочу это слушать, как бы ты ни убеждал, что бы ты ни делал, пока человек информацию не воспримет, он не поменяет свое, да, там, мнение, да. Хотя бы просто прийти послушать, да, и уже там потом подумать, мне это брать или не брать, подходит мне это или нет. Если категорично, ну вот, нет, не мое, значит, применяйте другие какие-то, используйте другие моменты, используйте другую какую-то инструменты, да, в своей жизни. То есть сейчас же множество всякого, не обязательно торо, астрология, нумерология, что-то другое. Что кому нравится. Психолог, да, правильно, поговорил один из наших зрителей, что действительно, наверное, психологов, торологов, нумерологов не стоит ставить в один ряд, это все-таки специалисты разных сфер, но мне кажется, эти специалисты могут друг друга дополнять. Дополнять, и эти специалисты считывают информацию с клиента. Профессиональный психолог, когда к нему приходит клиент, он даже смотрит, как он руки там положил, его выражение, точно так и профессиональный торолог тоже считывает. Волнуется человек, не волнуется, как он себя ведет, то есть иногда даже можно достать карту, она называется сигнификатор, чтобы посмотреть, что у человека в душе. Потому что многие хотят посмотреть отношения, но на самом деле он заморочен на своих финансах, и там, да, то есть отношения он рассматривает как то, чтобы свои финансы улучшить. Да, вот, ну, то есть, вот много всяких нюансов, поэтому, да, это не одно и то же, все работают разными техниками, но нумерологи, астрологи, психологи, торологи, энергопрактики, целители, это все люди, которые понимают других людей, ну, они их считывают, да. Вот, друзья, мы заканчиваем наш эфир, сегодня с нами на стриме была Елена Стати, вы можете ее так и найти, Елена Стати в инстаграме, если вам понравилась Лена, расположила, и вы хотите что-то узнать конкретное про себя, то пишите ей в инстаграм, а если инстаграм не ок или не нашли, пишите нам сильные новости, обязательно дам вам ссылку на Ленину страницу. Этот эфир будет доступен чуть позже в записи и в текстовой версии, и спасибо большое тебе за эфир, мне понравилось, я хочу еще, мне нравится эта история, поэтому, друзья, всем спасибо, всем пока. Да, я благодарю тебя, Женя, тоже. Спасибо.